Я вас витаю на канале Наталья Земна, видео хостинга YouTube. Наталья Земна не перестает нам доказывать, что с помощью растений можно не только прекрасно декорировать свое поместье и приусадебный участок, но еще и улучшить микроклимат в доме и ваше самочувствие. Так что среди большого разнообразия растений нужно особое внимание уделить видам, которые не только украшают сад и подоконник, но еще и оказывают лечебное действие на организм человека. Одно из таких растений это арум. Если у вас он растет, считайте, что вам повезло, ведь сегодня это растение большая редкость. Я такое растение вижу впервые. У наших лесах тоже растет арум, светет белый, а потом выбрасывает такой стерженечек красный. В народе арум называют дедом и бабой. Симбиоз мужчины и женщины состоит вот в этом растении. Мы же знаем, что есть растения женские, есть мужские. А это растение объединило мужскую силу и женскую. Женскую красоту и мужскую силу. Это растение во время войны спасло тысячи и сотни тысяч людей от голода. И поэтому сейчас арум практически исчез из наших лесов. Брали эти клубни этого растения, высушивали, потому что если сырые брать клубни, так они могут давать аллергию какую-то или побочное явление. А высушивать эти клубни, разминать их, размолоть его на муку, тогда можно блины печь, тогда можно в суп добавлять, тогда можно хлебчики или печенье выпекать из этого растения. А для лечения нужно брать только клубни арума. Они бывают круглые, они бывают продолговатые. И это растение очень целебное в том направлении, что лечит рак, лечит онкологические заболевания. Раньше люди спасались только этим растением. И поэтому оно почти исчезло в наших лесах. Но с арумом нужно быть очень осторожными. Поверьте нам на слово, не стоит пробовать какой на вкус. Аллергическое вызывает разбухание слизистой оболочки. И когда женщины не знают, и вот, например, хотят попробовать, на слизистую оболочку в рту попадает это растение, оно начинает сильно печь. Печет огнем, сильнее, чем перец, и разбухает слизистое, опухает лицо. Арум довольно неприхотливое и быстрорастущее растение. Выращивать его несложно даже для начинающих любителей цветоводства. Некоторые сорта достигают нескольких метров в высоту и хорошо украшают интерьеры, зимние сады, искусственные водоемы и фонтаны.